Саботаж был в начальном периоде просто на всех уроках. Глава основного коммунального предприятия под названием «Чистота» уничтожил все электронные блоки управления. Техника уникальная, как ты понимаешь, запчасти. А скажи, пожалуйста, его расстреляли или нет? Он успел сбежать. А членов семьи не захватили? Тоже не успели, да? Жалко, жалко. Ну, самое главное, вот кого, не знаю, можно было бы расстрелять, как ты хочешь, это ситуация с первым сентября. Половина учителей отказалась выходить на работу. Эта половина учителей получает деньги на карты «Приватбанка» из-за линии фронта. Разовый взнос за то, что они не выйдут на работу в москальские школы – тысяча долларов. И каждый месяц они получают около двухсот. Неплохо, кстати. Слушай, а неплохо ведь. И готовится, значит, учить деток соловьиной мове, вот, и истории своеобразной, да, государства Украины с помощью дистанционного обучения с первого сентября. Согласен. А вот, Дим, у меня к тебе вопрос. А если обратиться к опыту незабвенного Нафталия Ароновича Френкеля, вот, в данном случае, может быть, действительно не надо перекупать, а вот показательно, ну, хорошо, за деньги расстреливать, наверное, не стоит, а вот отнять у них кредитки, на которые они получают деньги и заставить их сожрать, не знаю, выселить их из квартир, которые, ну, вот что-нибудь такое, вот в духе нашего старого доброго гулага, например, а вот они ждут же гулага, ну, дайте им гулага, например, чтобы шуба завернулась. Ну, ты представляешь, какая радость будет на Украине? Такая прекрасная, люди же рады и должны быть. Вот, да, у нас в следующей части здесь будет Рогов по скайпу, мы спросим его, спросим, да, что ж такое, а почему бы, вот, действительно, вот, не устроить такой небольшой локальный запорожский гулаг, аккуратненький такой в степи, вот, под палящим солнцем для учителей, которые пока что еще не научились нашу прекрасную Родину любить.